Продолжение следует... 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 Ну... Продолжение следует... 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 И мы должны понимать, это будет основная линия сюжета сегодня, как мы можем развивать критическое отношение, инженерное отношение к тропинке. Как остановиться на тропинке, как строить обход, дорогу, каким образом не игнорировать тропинку, не забыть о том, что тропинка есть, а относиться к инженерке, что надо крышу строить, надо мост строить, надо опадить. В смысле, понятно, что историческая штука дана, и каким-то образом это очень сильно влияет на нас. Пожалуйста, да. Можно уточнить, развилки на тропинке есть? Есть развилки, это называется бифуркацией. Есть развилки, но очень часто главная проблема за эти последние 20 лет, почти во всех странах, которых я изучаю, в флоскоптических каких-то реалиях, что люди не понимают, что они у развилки. Иногда они думают, что развилки, а развилки нету, а развилка есть, а они прошли мимо. Так что это очень сложная проблема, каким образом развивать даже не чуть-чуть, а индикацию развилки. Что вот, да, здесь мы должны что-то делать. И не думать, не давать ложные сигналы, и не пропустить то самое. Абсолютно. Значит, все-таки таким образом будем говорить об этой тропинке, вот в таком плане. Я приведу такой пример, чисто действительно, это английский, это и в английской литературе, значит, приводится много, о чем мы здесь говорим. Хорошо, собираемся перестроить железные, реформировать или модернизировать железные дороги. Это все понятно, но тоже понятно, что в старой Российской империи колеи были шире, чем в Европе. Значит, таким образом европейские паровозы здесь ходить не могут. Вот у вас большая индустрия Брехсия этим занимается, у украинцев ЧОПа этим занимается и так далее. Значит, фактически то, что мы здесь с вами обсуждаем, или я собираюсь вам предложить обсуждать, как делать железнодорожную станцию Брехскую, как менять колеса, каким образом переставить колеса быстро, эффективно, чтобы потом куда-то ехать этими поездами. Подучи по-другому, или другой такой детский пример, я обожаю, значит, американскую числительную технику, и я такой фанат Apple и так далее, значит, и Macintosh, и Macintosh Европы очень дорого стоит. В Америке это на 50% дешевле. Соответственно, я или покупаю в Америке, или мне американские друзья покупают, и я им, так сказать, деньги отдаю. Там единственная проблема, что пробка туда не... пробка, так сказать, американская, то, что... Розетка. Ну, не попадет в розетку. Розетка. Значит, соответственно, все в порядке. У меня великолепный Macintosh, но просто в розетку попасть не могу, и, конечно, есть всевозможные конвертеры, что делать и так далее. Они продаются, они дорого и так далее. Ну, я просто говорю о ширине колеи разведки, что любое техническое, даже совершенное чудо может лопнуться в наших глазах и не реализоваться. Значит, каким образом смотреть на это критические статки, как быть инженером, надо временно быть литератором, если хотите. Значит, я приведу пример. Останяться на этом не буду. Фактически у нас два альтернативы. Это буря Шекспира. Это Просперо и Калибар. Оба они в изгнании. Оба они в ситуации недуга. И вот, что делать. Фактически я отвергаю и Просперо. Ну, Просперо все еще мечтает о том, что у него был, ну, он безгнание. Вы помните, значит, буря, значит, у него был высокий статус, он потерял этот высокий статус. И все время печется о том, что как плохо было, что у него сейчас новая ситуация такая. Есть другое лицо. Это Калибан. Калибан это, ну, современная постколониальная теория, обычно его рассматривают как черного, или человека цветной кожи, угнетенного варвара и так далее. Значит, и он, значит, недоволен со своим положением. Я просто приведу пример вот этих двух игроков, Просперо и Калибана, что мы обычно так относимся к нашей собственной истории. Или мы считаем, что мы изгнанники истории, что вот мы должны как-то возвращаться в наше золотое время и рассматриваем нашу Калию, вот, качество вот такого Просперо, который элегантен, который, извините, европеец и так далее. Или мы варвары, которые были жертвами истории, десятилетиями, столетиями, всегда и так далее. И вот, наконец, мы как жертвы должны получить какую-то компенсацию. Значит, или я принц, который потерял свое королевство, или я бывший варвар и жертва, который каким-то образом хочет получить эту самую. Значит, таким образом, да, Франц Фанон, знаменитый теоретик антиколониальной борьбы, выбрал Калибана в качестве главного героя. Я думаю, что многие постсоветские интеллектуалы в начале 90-х годов тоже считали себя странным образом Калибаном, который одновременно был Просперо. Это невозможно, но они так считали. Значит, бывает, мы так считали. Я не говорю, что они, я не считаю. Я так считаю. То, что я собираюсь здесь, сейчас будет немножко, значит, о технических терминах, которых я в дальнейшем буду оперировать. Значит, мы говорили, во-первых, о том, что то, что я здесь собираюсь, в конце концов, предложить, это режим change по-английски, смена режима, но не политического режима. Ну, и здесь партийная политика, руководитель, вообще не говорю, это неинтересно, это скучно. Я говорю о смене режима как порядка вещей, как общество, как социум организованное, как наша жизнь, как стиль жизни организованного. Значит, то, что я здесь предлагаю, качество режима, то, что я называю режимом, это стиль жизни, это порядок вещей в обществе, каким-то образом. Это и экономика, и социология, и право, и наша ежедневная такая жизнь, интеракция, коммуникация с другими людьми. Значит, речь, в конце концов, о том, что когда мы строим обход тропинки, мы, собственно говоря, меняем режим. Нас не удовлетворяет тот режим, в котором мы идем по тропинке, просто строить какую-то другую тропинку в обход, технически это очень часто невозможно. Надо менять наше отношение к дороге. Что, фактически, о чем я говорю, когда режим change, это изменить наши отношения к нашей собственной дороге. Я попытаюсь, даже вызывая, может быть, групповую гнев уважаемых участников, даже попытаюсь какие-то гипотезы по поводу Белоруссии, можно сказать. Значит, я, значит, предлагаю вам пять слов, ключевых слов, которые мы дальнейшим будем оперировать. О тропинке мы говорили, тропинка, колея и так далее, это более-менее мы же к этому можем вернуться, но понятно, что это тоже метафора, но метафора в таком плане. Второе слово – драйвер. Драйвер в этом плане, в моем понимании, в моем переводе, скажем так, для этой лекции, это просто-напросто, это мотор. Драйвер. Ведь есть большой, это паровоз. Значит, если вы изучаете, значит, поезд, который идет так или не так, в ту сторону, не в ту сторону, вы можете долго изучать систему, начиная от того, как кондуктор варит чай, до того, как работает машинист. Но драйвер – это паровоз. И это очень сложно, это очень нелегко, потому что мы должны, значит, для любого образованного человека после, там, шестого класса, понять, что поезд двигает паровоз. Но абсолютно, если мы говорим об этом режиме, об этом, об этом смене порядка вещей, человеку, непонятно, или к этому будем вернуться, и, может быть, дискуссии, где, собственно говоря, наши драйверы, где та точка, где та опорная точка, через которую я могу двигать целый паровоз, целый поезд. Значит, я меняю направление поезда, состав, скорость состава и так далее. Значит, где эти драйверы, вот где там выше вернется. Третий, все эти очень технические, примитивные, как это называется. Третий – это якорь. Значит, концепция якора, в моем понимании, вот, для обсуждения, это, значит, в любой стране, небольшой, в том числе странам этого региона, значит, с начала 90-х годов, и они думали, и все мы думали, что нам нужны хорошие ветры. И все зависит от того, будут хорошие ветры, и мы умеем, значит, самое главное, чтобы отдали бы нам, значит, поиграть с этим самым, рулевого. Все равно, куда идти, главное, чтобы у нас был бы руль, и потом мы все это узнаем, и потом очень хорошо, чтобы, если бы как-то узнали, где ветер. Я хочу подчеркивать, что очень важный стратегический момент у всего этого заключается в определении якоря. Куда мы бросаем якорь? Кто нас берет за цепку? Какой у нас якорь геополитический? Собственно, какой крупный крейсер тянет нашу эту самую? Собственно, если мы нашли вот этого крейсера, куда мы могли якорь бросать, все равно, значит, как мы хорошо умеем рулить или нет, все равно рулить – это имитация. И рулить это нужно для того, чтобы мы были бы спокойными, чтобы мы же не дети. Но главное найти, не главное найти, но очень важно, скажем, почти главное найти вот этого якоря. Поэтому концепция якоря – это чрезвычайно важная штука. Куда бросать, когда снять с якоря? Это, кстати, это очень для того, чтобы все время кто-то у меня тянет. Это очень важно, когда я могу снять себя с якоря. Это динамическое отношение к этому делу, к порту, к большому кораблю и так далее. Каким образом, это очень важный такой стратегический момент того, чтобы я стану менять вот мои эти, как, судны, парады. Четвертый пункт – пробка. Ведь, собственно говоря, в значительной степени, в значительной части наших проблем заключается в том, что мы передвигаемся по какой-то траектории. И потом, ну, представляете себе, значит, мечту, что мы быстро куда-то доберемся, и вот запор. И получается. И я здесь говорю не о запоре, а о том, как снять пробку. Значит, это техника, которая снимает напряжение, освождают дорогу. Значит, что делать с пробкой? Как вынимать пробку из множества бутылок? За одной бутылкой. Это, значит, четвертая. Пятый пункт. Здесь всего шесть концепциональных моментов. Это в современных теориях инноваций, экономических теориях, технических теориях, всегда стали менять один очень интересный момент, который в старых теориях инноваций будет центральным. Ты хотел быть лучшим. И ты сделал все, чтобы ты был лучшим инноватором, или чтобы избежать катастрофу. Значит, ты исходил из того, что у тебя, значит, два варианта существования. Или ты должен быть лучшим, или ты не должен погибать. В смысле, избежать крайности. Новая теория инноваций. Я предлагаю эту теорию в качестве концептуального, центрального элемента для дальнейших разговоров с вами сегодня. Заключаются они в том, что нас даже интересуют лучшие варианты. А нас даже интересуют вторые лучшие и вторые лучшие. Или третьи. В смысле, лучшие варианты это мы можем забыть. Этого все равно не может быть. Это исключение. Это может быть, так получается, но это нормально. Нет. Даже если из того, что если мы можем выбрать один из не лучших вариантов, но съедобный вариант, вариант, который как-то аксептируется, второй, третий лучший вариант. Или нам недостаточно, чтобы на другие крайности, если смотреть, чтобы думать только о том, чтобы, так сказать, не погибать. Не погибать это, ну и что. Главное, чтобы не попасть в опасную зону, в которой мы становимся хромыми на всю жизнь. Или слепыми, или не знаю что. Значит, фактически у нас целые зоны вариантов наилучших и наилучших. И даже если из того, что в социальных вариантах у нас могут быть только варианты зональные. Нет одного более-менее желаемого или одной мечты, или что-то такое. И, наконец, лягушечка моя, не моя, а в литературе, значит, это leapfrogging. Значит, получается так, что в 90-е, да, в годы 90-е, мы все верили в разных проспектах прогресса. Мы думали, что вот новая интеллигенция от этих новых стран у нас является относительным прогрессом. И прогресс заключается в том, что у нас каждый день чуть-чуть улучшается жизнь. Хоть на миллиметр, хоть на один сантиметр. Сегодня на миллиметр лучше, чем вчера, а завтра будет еще на миллиметр лучше, и так далее. Так что мы видели какую-то, значит, дорогу, мы понимали, что это медленно, но мы верили в том, что, в конце концов, да, что есть множество проблем и так далее, мы верили в том, что есть прогресс, а прогресс является постепенным. Это очень важно. Прогресс, непостепенного прогресса не было. Мы не верили в том, что есть такое, что запор мы 10 лет стоим, потом прыгнем. Это, а потом снова 5 лет стоим, потом снова 2 раза спрыгнем и так далее. Хотя, если мы посмотрим на наиболее удавшиеся варианты модернизации, в основном, это Тайвань, Сингапур и прочее, они были лягушками, они прыгали. Значит, шло накопление каких-то элементов прыжку, потом сами не понимали и спрыгнули. Изменились условия, спрыгнули, потом снова стояли. Значит, я исхожу из того, что это реалия новой восточной группы, нет прогресса непрерывного, а есть лягушательная теория, теория лягушки. Другого движения нет. Значит, получается, так и можем, вот эта самая штука лягушек. Здесь вы видите, что, в конце концов, мы сначала думали о том, что прогресс, это, во-первых, экономика идеальный рост, а нон-прогресс, когда ничего не изменится. Или мы думали, что, значит, если есть прогресс, значит, на другом пульсе будет деклайн, значит, распад, уменьшение, спад каким-то образом. И мы на это смотрели, как на трагедию. Значит, спад вообще рассматривался не как нормальное состояние по тропинке. А если спад, то это вообще, значит, это трагедия с точки зрения теории развития. Чего? Ясно, что не так, но я просто говорил... Да, пожалуйста. Я прошу прощения, как бы у меня по предыдущему вопрос остался, значит, для понимания. Говорят, Архимир говорит, дайте мне точку опора, я переверну землю. Идея точки опора, на каком из этих элементов? То есть это драйвер? Значит, я бы сказал бы, инженер рассматривал бы драйвер, но более пессимистический инженер рассматривал бы вообще элемент, который, ну, здесь анкор, но фактически тормоза. Значит, нормальный, хороший, профессиональный водитель говорит, что более важная часть машины это не газа, а тормоза. Значит, но с другой стороны, если у тебя машина стоит, ты о тормозах не думаешь, тебе газ нужен. Газ, 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 газ. Так что я думаю, это зависит, я ответил бы так, зависит от ситуации. Есть моменты, когда нужен газ, есть моменты, когда нужен тормоз. есть моменты, когда нужен второй, второй наилучший или второй наилучший вариант. Понимая, что недостаточно, что я не умер, а я не хочу быть слепым. То есть ключевым элементом может быть один из? Может быть, один из них зависит от конкретной ситуации, каком-то историческом моменте, каком-то поэтыльском моменте. Конечно, разные социальные движения, которые рассматривают разные варианты одной и той же ситуации и могут рассматривать это тоже по-разному. Я здесь приведу пример из литературы о том, как ибо образом создается тропинка. Фактически в этом плане, в сверхупрошенном плане этой организационной теории, цитата, сначала у нас хаос. Мы сами не понимаем наш... Мы понимаем, что очень много факторов на нас влияют, но не понимаем, каким образом формируется тропинка. Формируется ли вообще тропинка. Скажем, это предреволюционная ситуация. Все стоит, очень медленно меняется, очень разные мечты у разных групп, интеллектуалов, участников в этом процессе. Все это двигается очень гаотически. Обычно в последнем десятилетии, последних двух десятилетий Новой Восточной Европы, я бы сказал, вот в этой ситуации главной... по гипотезе, которую предлагаю для обсуждения, главная проблема была не то, что там хаос, а то, что мы не думали, что хаос, мы думали, что там есть какой-то там закрытый порядок, который нам не понять. В Бюнхаусе мы лихорадочно искали порядок в существующих моментах, и всегда выбирали один момент, скажем, какой-то год, какого-то политика, какой-то альянс с другим политиками, думали, что вот узловая точка, или вот по ходу вашего вопроса, где же вот эта бифуркация? Все. Значит, вы поняли, куда это дело двигается, но все-таки после 20-летия нам кажется, что после распада империи, что был бы период хаоса, это нормально. Ведь когда... Вот смотрим на экологические модели, кстати, это есть чисто, и можно моделировать. Если есть крупный лес, тайга, я вырубил тайгу. Но сначала там, если хотите, экологический хаос, природа сама не понимает, кусты какие-то начают расти, какие-то маленькие деревья, потом они падают. И у нас, значит, такой кустарник стоит лет 30, и потом как-то что-то вырастает из этого кустарика, и он в лес. Значит, в этом периоде, когда еще кустарник, значит, просто у нас нет чисто экологический, нет закрытого, непонятного порядка. Значит, мы не можем точно знать, что мы плохо знаем, что вот левый дуб будет и будет дубовая роща, потому что это абсолютно неизвестно. То, что это будет дубовая роща, зависит от огромного количества случайностей, но потом, как-то в второй фазе это выкристаллизуется, и потом начинается реальная паст-депенденция. Здесь основная проблема по поводу новой в Восточной Европе в эти годы заключается и в том, что мы все еще думаем, что это хаос. То, что это не хаос, это мы уже знаем. Мы уже как-то образом видим какие-то вещи. Мы не знаем, что это первая фаза вестализации, или у нас уже надежная тропика, оттуда уже очень тяжело бежать. Значит, фактически мы не знаем, тяжело ли бежать от нашей судьбы или легко. Я бы сказал бы вот так. Нам хотелось бы, чтобы это было бы легко и не верится, что это тяжело. Слова ответа однозначного нет. Я показываю какие-то ситуации. А ясно, модель каким-то образом все-таки развивается постепенно. Потом, конечно, мы видим здесь четвертый и пятый период, когда мы открываем пробку, мы мечтаем о том, чтобы пробка удалилась. Удаляем пробку. И мы не знаем, начинается ли новый хаос или начинается какая-то организованная штука. И это уже не главная проблема сегодняшнего дня, но умелое удаление пробки и пытается создавать ситуацию, в которой не создавался бы сразу хаос. Литература это следовало его соавторе, но это не, это речь об организационных тропинках, это не социальные и не макро. Значит, я предлагаю следующий может быть наиболее для вас... Да, пожалуйста, конечно. Скажите, пожалуйста, предыдущий план. Да, да, конечно. Насколько близко это описание модели в теории Николса-Приможина с СССР? Встреча динамических ... Ну, я думаю, что в конкретной ситуации можно моделировать экологически, и тогда мы можем посмотреть, что есть разные варианты экологические, чисто... на этом уровне это больше метафора. Не знаю, зависит от ситуации. Как я это понимаю? Значит, вторая часть, мы уже приближаемся к наиболее оспоримой части. Одна была оспоримая часть, это будет часть Белоруссии, но часть я говорю о новой восточной Европе. страны бум. Страны бум, это... это Вегу предложили такой вариант, но потом американцы им сказали, что бум, это плохо, и тогда они сейчас придумывали между морем и всякое такое. Но речь все-таки о Белоруссии, Украине, Молдове, может быть, Литва... Значит, я в этом блоке предлагаю три группы факторов, которые влияют на тропинку. Выбираю факторы положительные, факторы отрицательные, мы можем это обсуждать, правильно, неправильно они группируются, и факторы амбивалентные, которых я в данном моменте не знаю. Мы говорим о десятых годах, значит, даже не о нулевых, а о десятых годах 21 века. Значит, все-таки мы... Значит, наша основная цель режим change, смена порядка вещей, скажем так. Какие здесь, есть в этом регионе положительные моменты, которые, я считаю, улучшают нашу ситуацию, смену? Первое, то, что я с такими раздумываю обществом знаний. Общества эти образованные, несмотря на все усилия, проблемы, и так далее, можно, если говорить, в этом часами, все-таки не уничтожилась какая-то мечта о том, что люди получили хоть бумагу об образовании, за это они готовы платить. Каким-то образом, создастся на то, что английская театра называют meritocracy, meritocracy, это когда твой статус зависит от того, какие у тебя бумажки познают. В смысле, не говоря о том, что ты знаешь, что ты не знаешь, но если у тебя хорошие бумажки, ты вверху, если у тебя плохие бумажки, ты туда не попадаешь. Но для того, чтобы поручить хорошую бумажку, ты должен заниматься мимикой, коммуникацией, но и должен какие-то объемы реальных знаний перебрести. Есть гарантии того, что совершенно безграмотным ты не можешь остаться. Это, кстати, не во всех индустриальных странах так, и поэтому то, что в Новой Восточной Европе, вот в этих странах, о которых мы говорим, осталась какая-то не просто советская мечта о том, что иметь диплом, это хорошо, но мы видим, что люди готовят за это большие деньги платить. Иногда и за такие дипломы, которые деньги не стоят. Но все равно остается это первый момент. Второй момент, что осталось, остается сдохли каркас социальной инфраструктуры советской. Он сдохли, он не работает, он пустой. Но все-таки есть медсестра, есть школа. В школе нет мели, нет доски, нет чего-то, но есть школа. Люди знают, есть концепция в культуре, для чего школа нужна. Есть концепция все-таки о том, что когда-то в жизни, если не наших, наших бабушек и дедушек, все-таки страна была страшная, но бедным давали какой-то кусок хлеба. Это очень важно, в многих странах этого нет. Так что все-таки есть следы умершей, сдохли на существующей инфраструктуры. Есть районная больница, может быть там свиньи живут, я не знаю, но есть районная больница. Поймите же, мы в нашей социальной критике говорим о том, что вот районной больницы одни свиньи живут. Но я подчеркиваю, что очень хорошо, что есть концепция районной больницы, если даже это остается абстракцией и так далее. Я понимаю, что это многим социальным критикам не нравится, но все-таки я занимаюсь Индией, и я понимаю, и с Китаем, и я понимаю, что все-таки преимущества вот этой зоны несопоставимы, если сопоставишь это с главными конкурентными игроками. Третий момент, он чисто советский, но чисто антисоветский. Советской структуре без поддержки друзей и родственников невозможно было выжить. Просто ты не мог себе ничего купить. от докторской, но все это понимают, лучше меня, от докторской колбасы до, не знаю, модных туфлей, только через соседей, знакомых, братьев и так далее. Можно было что-то перенести. Это необычный момент, потому что в индустриально развитых странах того порядка, которым была советская страна в 60-е, 70-е годы, уже происходит индивидуализация, атомизация общества. И можем ругать советскую систему как хотим, но она укрепила вот эти сети выживания. Без этих сетей выживания ты не мог просто выжить. И конечно потом и 90-е годы они же помогали родственники с деревни, салом и так далее. Это все понятно. И таким образом они сейчас быстро умирают, выводят из строя и так далее. Но всякие свежая память о сетях выживания, которая очень важна для модернизации. Там, где их нет, их надо создавать. Или создают сами каким-то образом большими хротами. В моих глазах это поражительный момент. Четвертый момент, это тоже поражительный момент, что для этих стран между морем создаются реальные контакты со своими диаспорами. Диаспоры исторические, в предыдущих вариантах и не только советских, а и советских, и пресоветских галернизаций. Люди уехали. Уехали навсегда. Значит, знаю, в начале века уехали в Америку и на этом это дело закончилось. Когда в 80-е годы и 90-е годы 19 века скажем, из территории сегодняшней Белоруссии уехала 300-400 тысяч евреев с тем миллионом, которые из Российской империи уехали в Америку, они бросили это дело, еще жили какие-то контакты, 5 лет, 10 лет, 15 лет, но они не участвовали в революционных движениях, вообще не участвовали, они уехали, все, и не было техники, инфраструктуры, ничего, сегодняшние диаспоры, они живые, можете, значит, ругать ваших друзей, приятелей, соратников, или нет, которые пользовались всевозможными западными стипендиями и не вернулись, но они, золотой запас, они, они, по идее, являются той сетью, безусловно, диаспоры, конечно, не Южной Африки, а диаспоры в Прибальтике, в Польше, в Германии, они являются чрезвычайно активными элементами, возможными источниками, положительными источниками social change, вот в этом, они как-то говорят. В этом плане, я, конечно, включаю не только вот этих западных диаспор, но и украинскую, белорусскую, молдавскую диаспору Москвы, Санкт-Петербург. Они являются тоже центрами, важными стыковочными элементами, интерфейсами. Получается так, что это не просто вот, да, они возвращаются и становятся лидерами, и так далее, не в таком плане, они становятся, они есть интерфейс, стыковка между большим миром и конкретным обществом. Без этой стыковки очень тяжело как-то двигать всеобщим. Вот в этом плане диаспорий это очень важный составный элемент, если их необылимно, они становятся и так, то самое, их надо было бы создавать, чтобы каким-то образом жили бы, смотрели бы на себя не из-за этого общества. Если ты живешь в хате, очень важно, что один из младших, маленьких сыновей в христианской семье из хаты уехали бы в большой город и смотрели бы на свою родную деревню. Обновители, реконструкторы, модернизаторы и даже этнической реконструкции. Очень часто это не мальчики, девочки из деревни, которые мечтают о золотом прошлом, это как здорово они все говорили, как наши бабушки, дедушки и так далее. Это городские мужики, которые уехали оттуда или вообще совершенно случайно попали на эту струю и начинают возобновлять родной язык, не живя в деревне, они городские интеллектуалы, для них это программа. Один мой друг, значит, питерский антрополог, занимался с возрождением одного маленького народа севера Сибири. И там, я помню его кейс-стады, который он делал подобное, там, ну, их было пару сотен человек и началось возрождение национальное. И началось так вот, что был один человек, который из этой деревни уехал в город и как-то он понял, что, значит, потерять эту культуру, вот там, тысяч человек, это ужасно, он это понял в городе и стал заниматься национальным, этническим, языковым и прочим возрождением. Если он не уехал бы туда, местное население не чувствовало, что это у шерба, они не современные, говорят на этом на речи, можно забывать, можно бросить. Он уже попал в город и понял, что этого нельзя, и вот таким образом он стал главным двигателем вот такого отца. Но, кстати, можем найти в истории национальных движений в Восточной Европе множество таких примеров. не надо на далекий север ехать и так далее. Простите, пожалуйста, в том числе будем к этому возвращаться? Или мне задать вопрос? Нет, конечно, потом, если будет время будем дискутировать, попараться. Знаете, мне кажется, что несколько преувеличено наше впечатление, говорю, как преподаватель в художестве с 25-ти летом в стажем, несколько преувеличено у нашего образования. Дело даже не только в том, что оно все ухудшается и ухудшается по известным всем причинам. Я не буду трясить, а у Лукашенко это все понятно, всем известно, что делает неудачно в институте в институте образования. Я буду говорить о том, что как бы мы не хотели дать, мы этузиасты. Те, которые сумасшедшие преподаватели не ушли из преподавания и не могут быть. Вы больны, заражены. А вот студент не хотят у нас этого братья. Причем как тебя тысячи. Тысяча нет, опять, да, может быть, эти пять мне нужны. Вы знаете, как показывает практика, эти пять с каждым годом уменьшаются. К сожалению, процесс не таков, каким он предстает. Есть формальное образование, но я скажу совершенно серьезно и честно. Тут есть мои студенты. Что? Больше большая часть моих студентов должна была находиться в ПДУ советского развития. Более того, какая-то часть моих студентов явно имеет задерживание советского развития. Я не шучу, господа, это не смешно, мне с этим приходится работать. Суть в том, что образование действительно платное, за эту корпус действительно платят, поэтому у нас нет никакого отбора. И поэтому эти люди не смогут, так сказать, стать горами, как мы тут сказали, что общество не станет совершенно без грамма. Понимаете, я стану с вами совершенно... Я понимаю, извините, что вы... каждый год занимаюсь разными программами модернизации преподавания общественных наук в украинских университетах. Сначала в Парковском университете, потом в Киевском, это Соросовские проекты. Я просто вижу, я просто вижу, что эти 8 лет на уровне преподавания, на уровне основных курсов, на уровне общей атмосферы на Кафедре, на уровне аспирантов. Я понимаю, что... Я сам не спорю, я вижу огромный прогресс за это время. Я вижу, что эти двух больших широких университетов, они примерно говорят о своих студентах таким же тоннами, таким же пафосом, который не дает. Это не пафос, это отчаяние. Отчаяние, но пафос, отчаяние. Нет, я со мной не спорю. Просто говорю о том, что все-таки на мои глаза появляется группа молодых людей, молодых людей, молодых женщин, владеющих английских, уже попадающих в международные школы, начинают формировать не только у себя с вами в районном университете, но и в разных квартирах, еще в европейских, постсоветских сетях какие-то сети поддержки. Значит, на моих глазах появляется вот эта вот эта новая интервенция. Я понимаю, что их есть сотни, тысячи, я об этом говорю, но это есть. Их не было лет восемь тому назад. У нас как раз восемь лет тому назад они были. Если вы попадете, я в последнее время стараюсь систематически работать в Средней Азии. Коренным образом меняется это самое. В Казахстане появляется большая количество людей. Это за счет казахских денег, в основном, не западных. И тоже можно сказать, что они там пусто гуляли два года в Англии и так далее. Но все равно они выучили английский, знали, что и как. И возвращаются. У них претензии. Они имеют какое-то представление о том, как надо жить и так далее. Они возвращаются. Они не могут и не возвращаться. Потому что есть два варианта. если они уехали гос-стипендии туда, есть большое количество государственных стипендий, значит, квартира твоих родителей сдается в гарантии. В смысле, ты не можешь не уехать. Ты можешь уехать, но тогда с квартирой родителей будет плохо. Второй вариант. общество беды, извиняюсь, это может быть очень джендерное такое, несправедливое будет, что я говорю, что есть богатые девочки, богатые семьи. В Казахстане есть богатые средние годы, чиновники, индустриалисты, нефть и так далее. И девочки могут сами уехать. В основном, кстати, эти мальчики, которые едут туда, в смысле, люди, которые получают государственные стипендии, это, конечно, это восточная страна, в основном это мужчины молодые. Женщины едут часто сами, если они состоятельные семьи, что поручить образование. Но они возвращаются, потому что по восточному, среднеазиатскому варианту справедливой жизни. Если тебе 22-23, ты не выводишь замуж, ты старая дева, из того, что плохое произошло. А западные европейские дружники, тебе 22-23, значит, одну курсник это для любви. Соответственно, девочки, я это просто вижу на моих классах, возвращаются разочарованы. Так что, или возвращаются разочарованы, или возвращаются, потому что карьера будет, но они возвращаются. В большом количестве. К сожалению, у нас это не раз. но они возвращаются, когда будет возможно. Это золотой запас. Давайте я показываю потом. Одним словом, мы видели... Да, разрешите, разочарованы. Давайте просто немножко, да, по ходу, попозже вопрос. Давайте, дайте мне минут 15, чтобы я пошел, вы подсеянный, и тогда, пожалуйста. Значит, пятая форма, пятый пункт, который здесь есть, но как раз я, не советским пятым пунктом, а предъявлением советского пятого пункта. Все-таки, в этих общества, новой восточной рожды, люди привыкли к мутикультурализму, люди жили вместе, в смысле, разные народы, разные языки. Если Франция, не франкоязычная, это вообще была диковина какая-то. И сейчас появилось 8 миллионов арабов, непонятно, или 5-6 миллионов в Туркове, непонятно откуда. Значит, соответственно, нет такой традиции, что я мог говорить в гастрономе только не на французском, не на немецком. Я думаю, что нормально в постсоветском городе это положительный момент. Я повторяю, может быть, в глазах многих националов это ужасно, надо было говорить только на нашем языке, а вот остальные это гады, чужаки и так далее. Но вам остается, что этот мультикультурализм в этом плане восточной Европе обгоняет Западную Европу на лет 10-15. Хорошо, вот это положительный элемент. Какие? Следующий блок отрицательный элемент. Первый отрицательный элемент, я иду очень быстро, потому что понимаю, что надо оставить время для обсуждения, то, что я называю имперским синдромом. Все-таки эти страны, они очень, причем это не имперский синдром, что там приезжает Брюссель или Москва, это органические. Эти общества органически находятся в имперском пространстве. Для них имперское пространство это не чужое. Не имперское пространство чужое. Не имперское пространство это непонятно. Не имперское, но что это такое? И так начинаются долгие обсуждения о том, что такое национальное. Когда идет долгое обсуждение, что такое национальное, это обсуждается империя. Отсутствие империи или какие-то стратегии, которые ставят все эти. Я повторяю, все эти территории имперские. И этот имперский синдром, это не имперский синдром элиты или только элиты. Потому что в многих странах, если условно берем любую африканскую страну, которая была в французской колонии, общество жило традиционным сельским укладом жизни. И элита владела французским, владела французские школы, уехали учиться в Францию и так далее. Таким образом, простой африканец имел какое-то отношение к французской империи, но не прямое. Здесь, в Советской империи, все имели прямое отношение к Советской империи. И все, таким образом, имеют определенный набор навыков сосуществования в империи. Это считаю отрицательным фактором, может быть, другие считают это положительным. Слово имперский синдром. Второй момент, это начинается редистрибуция социального государства. Получается не европизация в постсоветском пространстве, а, я бы сказал, американизация восприятия несправедливости. Если в Западной Европе социальные сети, солидарность на уровне коллег, на уровне предприятий, на уровне чего-то существует, то постсоветские элиты во всех странах считают, что если мы прогрессивные, значит, мы должны быть похожи на американцев, а у них этого нет, соответственно, у нас не будет. Ликвидируется в социальной сети очень быстро. Таким образом, теряется чувство локтя. И причем это новое чувство. Если имперский синдром старое чувство, вот это то, что я не чувствую уже покой, не чувствую соседа, нет соседа. Это новое чувство. Очень такой цель. Третий, это в 80-е и 90-е годы, изменяется массовое поведение. Об этом можно договорить, я здесь подчеркиваю только один маленький момент. Массовое поведение изменяется в смысле, что начинаю верить только в сиюминутность. То есть, если до 89-91 года было постоянство, история не двигалась, не было ощущения того, что... Ну, все равно, значит, завтра будет такой день, как сегодня, а после завтра будет тоже такой день. Значит, нет движения, нет ощущения движения. Здесь, после 91-го года абсолютируется движение. Каждая сиюминутность воспринимается как абсолютная штука, да, она, значит, навсегда. Четвертый отрицательный код. Это общеизвестно для всех уважаемых участников. Коррупция как стиль жизни. Коррупция как порядок. Значит, можно сказать, что, значит, да, значит, миллионы людей, десятки, сотни миллионов говорят о том, что коррупция это плохо. Но это они участвуют в коррупционных сетях, они дают и получают, и считают это нормальным. Идет удвоение поведения. Коррупция это нормальность. Коррупция это, если хотите, порядок вещей. Для успокоения собственной души и западных додоров я говорю о том, что да, я борюсь, борюсь с коррупцией. Коррупция это очень плохо. Но с другой стороны, я, конечно, понимаю, что жить надо. Ты оптимизировать какие-то благи, коммуникационные каналы надо. Государственные структуры этого не могут делать. Соответственно, я это делаю. И вот таким образом вот это становится новой реальностью. И очень интересно, потому что если мы для себя, для собственных моральных как-то моментов и для западных додоров начинаем говорить о том, что коррупция это плохо, мы не начинаем думать о том, как оптимизировать коррупцию. Как использовать коррупцию для хороших целей, для оптимизации, модернизации общества и экономики. Чтобы каким образом коррупционными сетями создавать сети доверия. Значит, нам колоссально не хватает сетей доверия и вообще о том, что наш общество на этом делится. С другой стороны, мы сами очень хорошо живем в этих сетях доверия и даем и получаем. И так далее. Значит, так уже, значит, моя идея, что это надо как-то не вот так смотреть, что, боже мой, это чума. А просто это, ну, у меня плоскостопие, я как-то должен справиться с этой ситуацией. Не могу босиком одеть, но с другой стороны, греху не брошусь. Но здесь мы не бросимся, но говорим, что вот надо бросаться. Это лучший вариант. И, наконец, пятый, пятый пункт, если я считаю тоже отрицательным. В 90-е годы почти во всех странах региона, на Украине или в Украине, ну, тогда я не буду приезжать, в Белоруссии, даже при Баке, шли какие-то очень интенсивные процессы ренационализации, значит, или nation building, значит, люди пытались разными, ну, национальные движения, можем их называть патриотами, националистами, что угодно, я сейчас об этом не говорю. Но я говорю о другом. Если я смотрю на регион с расстояния и веду беседы с людьми, которые себя сейчас называют националистами, они глубоко разочарованы, значит, их проект завалился. За 10 лет новые нации унигий не удалось посудить. Не только Белоруссии, ну, и даже западные украинцы, Галинцы, ужасно разочарованы. И так разочарованы, что, там, скажем, профессор Восхудиновсета мне говорит, что да, мы понимаем, что из этой Украины, как Украина сейчас выглядит, мы не будем однородную украинскую национальную державу строить. Значит, да, проблема заключается в том, где мы создаем границу между нами и другими. Мы Галинцы, Галинцы, угодим и создаем нашу украинскую державу, вопрос заключается в том, куда включить Киев. Остается ли с Восточным или становится он дальше? Это, я не говорю, что это реалий, я не говорю, что это так и должно быть, это просто говорит о разочаровании тех, которые мечтали о национальном проекте. Национальный проект не состоялся. Кстати, не состоялся и в России, но и в России вообще не говорю. Не состоялся и в Центральной Европе, значит, в Чехии, Словакии, Венгрии. И возникает то, что я называю здесь футпринтом, футпринтом тоже экологическое понятие. Это следы нашей стопы. Вот это стопа национального, скажем так. Осталось здесь недостроенное и неразрушенное. Значит, у нас руины недостроенного национального проекта. Во всех этих странах, разных формах, разных вариантах. Кому это нравится, кому-то не нравится, я сейчас обед. Но факт, что эти руины, так сказать, делать, жить в руинах или с руинами, это плохо. Или их надо достроить, или их надо выбросить, но жить в руинах, это не резон. Значит, это второй, третий блок, есть амбивалентные вещи. Первый, то, что я называю, что до сих пор существующие, значит, я не знаю, что поражительные, отрицательные. Но факт, остается фактом, что новые стили nation building, национального строительства, что просто они оставляли эти руины незаконченные. Стабильность незаконченности становится фактом. Что это не то, что вот хорошо мы не достроили долгострой. Это стабильная руина. Второй блок. Значит, когда называю после, inclusion, exclusion, там тоже и пропустил. Техниками, это значит, социальное перереспределение. Кто является твердым сверлом общества, кто является, как исключается остальное. Значит, я бы сказал, тоже большая тема, исключается и деревня. Деревня никто не занимается. Это какие-то, значит, наверное, в каждом модернизационном проекте, это моя гипотеза, нужны варвары. Ты не можешь быть модерна, если у тебя нет рядом варвары. Значит, ты, во-первых, у тебя нет средства, чтобы все жили бы модерне. Но тебе нужны варвары, чтобы ты показал бы, что так, как тебе хорошо. Значит, в этом постсоветском варианте, новыми варварами становятся деревни. Не модернизируются, люди остаются там, не получают те благи, которые все-таки городские слои населения все-таки получают. И с ними не разговаривают. Читают, что вообще с ними разговаривать не надо, потому что они тогда не будут надежным резервом для власти. Что их надо? Не очень просвешать политически. Не надо им говорить. Значит, оппозиция не говорит им, потому что они достаточно образованные. Оппозиция любит образованных. И образованных не любит. Соответственно, они не говорят этой деревне. А в нас тоже не говорит этой деревне, потому что очень хорошо, пусть они сидят и голосуют за мной. И это дешевле. Если я стараю их воспитать, это было бы очень дорого, возня, тогда я должен развивать какую-то сложную компанию политическую, чтобы они красавы были за мной. Я должен держать в таком виртуальном варварстве, и тогда это очень хорошо. Значит, это основная штука. Это может в каких-то странах иметь отношение, и к каким-то национальным, и к религиозным, и так далее. Третий элемент, который я читаю здесь, все-таки больше отрицательным, чем поражительным, это разрушение сетей солидарности между поколениями. Если ты старше 40 лет и не являешься международно признанным мастером, тебе не берут на хорошую работу, на современную зарплату. Соответственно, развивается солидарность молодых. Я даю деньги такому же, потому что я знаю, что его реакции такие же. И таким образом создается уникальная штука, которой нигде нет в Европе помощи советского пространства. Уничтожается всевозможная сеть солидарности между поколениями. На Украине скорая помощь, ты звонишь, не говоришь, что бабушке нужна помощь. А вот женщине плохо. Спрашивают, сколько лет женщине? Говоришь, 73. Ну, знаете, у нас много. Мы пытаемся, конечно, вы их ждите, но они не приезжают. Это не разовая штука, это очень хорошо описано. Но я не говорю ни о таких трагических моментах, просто прочитать так, что поколения разлияются по членству политических движений, по доходу, по стилю жизни и так далее. Если ты находишься в этом белье, в этой мини-группе, то вся остальная группа тебя не интересует. Они не твои. Ты не знаешь общества, ты знаешь только своих. Думаешь, что знаешь только своих. И поэтому другим, так как нет сетей доверия, ты веришь только своим. Свои в данном моменте в возрастном, возрастной каборте. Молодые молодым, старые старикам, городские национали городским националам и так далее. И добавок, значит, это тоже есть множество антопологических измерений, что если ты будешь ласковым, надежным и дружеским миром своими, ты будешь всеми остальными очень крупным. Ты их не знаешь, они для тебя не существуют. Их нет. Четвертый пункт. Тоже амбибилент. Элиты тоже не являются законченными. Все думали, что элиты пригодят в 90-е годы. И так как меняется система, меняется в транзите все это дело, они уходят. Но они не ушли. Те, которые пришли в 90-е годы, они остались. И чувствуют себя очень неуверенно. Они понимают, что это против природы. И меняется общество. Ты еще все равно сидишь там, где ты сидел. Не обязательно один руководитель. Это целые классы, целые пласты, и не только в этой стране, но и в других странах. И получается очень странная амбибилентность я линии. Ты не уверен в том, что твоя роль, твое кресло легитимное. Или даже внутри себя ночью, когда ты не можешь спать, ты думаешь о том, что твое кресло нелегитимное. Что ты был хорошим, умелым, крепким. Друзья помогали, и ты все еще это держишь. Но природа работает против тебя. И ты все время должен защититься, защищать себя. Это элита, которая не конкретного врага боится. Может быть, конкретных врагов нету, потому что они уничтожены, расслаблены, расширены. И они знают, что элита, которая боится природы, элита, которая боится истории, которая знает, что природа и история работают против них. И из этого создается очень такая амбивалентность. Наконец, пятый пункт. Я потом перейду на шамайский блок белорусский. То, что я называю эффектом лагуни. Может быть, коллеги, которым я с реквиза бегу, уже понятия слушали от меня. Дело в том, что... Я упрощаю это дело. Восточная периферия, в основное, главная восточная периферия для Европы, это Россия. Россия все еще сильная, все еще поставляет газ и нефть, все еще есть атомное оружие, но уже не является тем исключительным главным источником опасности, которым он был для среднего европейца в последние две силы. С другой стороны, таким, я сейчас упрощаю это дело, источником психической опасности является Среднеземное море, перенаселение арабских стран и эксодус, значит, въезд арабских, турецких миллионов стран Европы. Демографический взрыв. Там разница GDP, ВВП, четырехкратная между Северным и Восточным берегом Среднеземного моря, и демографический рост юга примерно 6 раз больше, чем и север. Значит, если север 6 раз богаче юга, и юг 6 раз больше развивается демографически, чем это самое, это главная линия фронта. И остается в ближайшие 20-30-40 лет, где вся идентичность Европы, вся замесительная. В результате этого Восточная периферия теряет свое значение, неинтересно, никому не нужно. Не потому, что Украина или Белоруссия, они недостаточно зрелые, они были буферными территориями, я даже не назвал государство, буферными территориями между Европой и Россией. Но если Россия не нужна, зачем буфер? Зачем мне мост, если мост мне нужен, туда мне нет дороги? Соответственно, эта зона превращается в геопаратическую лагуну. Вода не глубокая. Маленькие ветры могут создавать большие вольны, но это из-за того, потому что вода не глубокая. А люди, элиты, так сказать, внутри лагуны, все еще думают, или они рыбы, или они рыбаки, я не знаю, и рыбы, и рыбаки. Думают, что это еще открутое новое. Но оно уже нет. Это тоже меняет эту штуку. То, что я здесь предлагаю, очень обобщенно, очень метафорически и так далее, это, конечно, имеет место в этом очень примитивном расследовании на все ИСО. Разрешите заключение, перечислить какие-то факторы, которые, я думаю, специфически... Да, вот как это выглядит, учитывайте. Таким образом, возьмем эти пять вещей, то, что были поражители. Эритократия, персональные сети, я спорю, вы еще помните. И вот Беларусь, Украина, Мальдова. И я, значит, пытаюсь, наобъем, как и оценки, набрасывать интенсивность или неинтенсивность присутствия данного фактора в данной стране. И вы видите, что, скажем, вот, может быть, с вами вы будете несогласны. Я считаю, ну, это небольшим костюком, госкому эксперту, что в Беларуси меритократия высокая. Все-таки, это верфер, инфраструктура в раз уж и раз меньше, чем на Украине или в России. Все еще работают персональные сети, зато диаспора слабее развита, чем, скажем, в Украине или там прибатов. И нет опыта мультикультурализма, потому что поляки уехали, евреи уехали, другие умерли. В смысле, это, может быть, люди реагарят на дух языка, это очень однородное общество в таком плане. Нет этого опыта. Если мы смотрим, нет времени, Украина, Беларусь, Молдово, Дмитрий. Если смотрим на отрицательный факт, имперский синдром в Беларуси очень высокий. Мечта быть Америкой очень, в смысле, по рентгенциям, по респределению, очень низкая. Массовые реакции в 80-90-х годах были очень низкие, потому что очень быстро стабилизировалась новая власть. Если, скажем, в Украине, я говорю уже о сегодняшней, в Молдове, где вообще нет государства, в современном смысле этого слова, страны расшли на, фактически на 2-3 государства и так далее, людей, ну, одни читают себя руминами, другие вообще не знают, кем себя читают. Значит, в этом плане здесь все очень стабильно. Значит, в этом плане американизация и распад в моем восприятии являются амбивалентными факторами, или больше здесь они отрицательные. Значит, то, что вы читаете, может быть, и выносимым в последние 20-летия, это важный источник модернизации. Уменьше разрушали какие-то факторы, которые разрушены в Украине, разрушены в России, но о России мы не говорим, или в Молдове. Так что каким-то образом leapfrogging, значит, прыжок лягушки здесь, в этом плане лягушки. Коррупция средняя, никакого сравнения нет с Украиной, где ты платишь очень многих. Причем платишь разные суммы, и ты не чувствуешь себя защищенным. Значит, ты платишь, и остается уязвим. Как я понимаю, может быть, вы со мной не согласны. Если в Белоруссии ты платишь, ты будешь защищенным. Ты платил тому государству, чиновнику, полицейскому, кому ты платил, и ты больше защищен, чем, скажем, за такую же сумму в Украине, где ты платил этим разным людям, разным структурам, они воюют между собой очень интенсивно, и ты становишься жертвой этой войны между разными странами. И так далее. Значит, можем посмотреть такой амбивалент. Значит, nation building, значит, здесь руины национального, они менее выражены, чем, скажем, в Украине. На Украине и больше строили, и больше руин. То есть здесь меньше строили, соответственно, меньше руин. Это не значит, что нет руин, но руин меньше. Зато включение, не включение, значит, включая искусственную варваризацию деревней, очень высокое. Распад солидарности поколения средней, нестабильности нету, даже искусственно стабильная структура получается. И все-таки это лагуна средней сложности, не очень глубокая, не очень поведен. Она была всегда лагуной, и поэтому люди не знают, что они лагуны. На Украине этого не знают. Они думали, что вот становится снова Украина, крупное европейское государство, будут самостоятельными игроками, и были разочарованы, когда их не брали в Евросоюз. И никак, значит, в любой дискуссии, в которой я публично участвую в Украине, дали вопрос, почему Европа нас не любит. Вот так это самое. У вас хоть нет сомнений. Я извиняюсь, это не тенец, но акцент. В заключение я перечисляю 10 факторов, которые я считаю, как раз, значит, я это называю imagined specificity, значит, придуманные специфичности Беларуси. Значит, конечно, всем этим вы будете не согласны, я буду очень благодарным за критические замечания. Первый, то, что происходит в Беларуси, я, значит, рассматриваю экономическим, политическим, социальным и так далее, я называю бы экстремальным градуализмом. Градуализм, значит, в 90-е годы было два лагеря реформаторов. Были реформаторы, которые думали, что надо делать все ступенчатно, маленькими шагами, и тогда, значит, не будет так больно. Потому что главное, чтобы люди как-то пережили бы это дело, научились бы жить в новых условиях и так далее. Например, таким были венгерские консерваторы. Были поляки, которые, ну, там было ряд предписанных условий, я, сейчас, я там говорить не буду. Я не думаю, что надо жжать, надо быстро, надо резать. Значит, одним словом, Градуалист — это терапевт, этот самый шок, терапевт — это хирург. И так его образом, значит, было сказать, что это является, да, вообще, значит, поездок, что хирурги здесь выигрывали. Те страны, которые делали хирургические вмешательства, они быстрее это все пережили. Есть и терапевтические объяснения, поэтому китайцы очень много этим занимались и пришли к тому, что надо хирургами заниматься. Это они, значит, в 80-е годы были темой хирургии, а не хирургии. Как это сделать? То, что, ну, есть многие страны, где был градуалист разного рамба и так далее. То, что, то, что я называю экстремальным градуалистом, он был от России, это, значит, градуалист, реформы растянуты на многие десятилетия. Еще ничего не закончил, но очень, шаги были сделаны миниатурные, все еще очень много живет. Это, можно сказать, что очень плохо. Но, можно сказать, что это специфика, я не даю никакой оценки. Что, в смысле, люди с одной стороны привыкли в терапии, вырабатывали какие-то реакции, менялись лекарствами соседям, принимали лекарства от мамы, может быть, поможет, и это не помогло, это не помогло. И то, что самое отрицательное, если столько можно сказать, что дать оценку, очень осторожно, что люди не испытали на себе гирурги, не знают, что такая гирургия, не знают, что это будет очень больно, не знаю, что это будет не спасение, вот освобождение, а для сотни тысяч, для миллионов людей это будет улучшение их положения. Потери работы на десятилетии и так далее и так далее. Второе, это то же самое, то, что я только что сказал, что не было шока, и, соответственно, не было шоковой терапии, но не было шока, соответственно, людей абсолютно нет опыта от шока. Я думаю, что без шока нет модернизации. Третий пункт, это более положительный, и можете, хотите, может, более отрицательный. Когда 90-е годы начались реформы, в многих странах, где встоки эти реформы прошли до какого-то точки, был реальный, ну, нереальный голод, ну, даже реальный голод, в Польше, там только зеленые горошки были в магазине, была гиперинфляция. Соответственно, все население стояло за реформами. Левые, правые, коммунисты, антикоммунисты, никто не хотел жить с зелеными горошками, не хотели жить в нормальном потребительском обществе, в котором живутся европейские налоги. Таким образом, не было системной базы для сопротивления к реформам. В теперешней Беларуси есть определенный уровень консума, которые не голодные, слава богу. Есть что есть, есть что будет, значит, соответственно, если кто-то начинает с шоком, в хирургии, многим это будет не травиться, нет, нет того, что, значит, это будет или шок, или зеленые горошки. Им все это только зеленые горошки. Значит, если этого нет, то, соответственно, любые поэтические формации, экономические формации, культурные формации, которым не нравится шоковая терапия, будут, в общем-то, недоборны. А без шоковой терапии нет лягушечного, лягушечного. Четвертый, это тоже, я не знаю, специфический, для меня, для иллюстрации, это специфическая штука Белоруссии, все-таки за эти 20 лет много сделалось в строительстве государства, построили крепкое государство, жесткое государство, и так далее, но не строили эту национальную основу. Для многих других таких жестких режимов, пусть называемых жесткими режимами, и таки есть база социального и отрента национализма. Или ищется в России русская идея, поляков Кочински делают свое, у прибатов присутствующие русскоязычное меньшинство являются постоянным объектом ощущения опасности и так далее. Значит, я не говорю, что это хорошо быть националистом, и как здорово, я просто говорю о том, что это в этих жестких режимах это есть. Здесь есть жесткий режим, и нет этнонационализма. Я не говорю, что давайте построить, и как это хорошо. Я просто говорю, что это очень интересно. Аномалия компаратизма. Есть четвертый, извиняюсь, есть пятый пункт, который вам кажется отрицательным, а мне кажется положительным. во всех тех странах, которые, ну, возьмем Польшу, возьмем Центральную Европу и так далее, в данной степени возьмем даже Россию, где какие-то куски трансформации произошли, люди жестко недоволны с этой трансформацией. Значит, я бы сказал, в 1991-1989 год в этих странах делегитимизировались, потеряла девственность, потеряла вот эту утопистическую штуку, от чего мы начали. И в результате этого те элиты, которые начали революцию, они или исчезли, или делегитимизировались. Обычно диссиденты выдерживали 3-4 года не больше, максимум, это только два. В смысле, первые люди, потом они исчезли. В смысле, вот, это ситуация не первой любви, а такого синдрома после развода. Вы помните, что, извиняюсь, это очень, может быть, некорректная метафора, что вы помните, в начале 90-х годов был какой-то петтинг, но реальные интимные контакты не состоялись. Потом 20 лет перерыва, и вы мечтаете об этом первом, об этой первой встрече. Это уникально. Нигде в Европе такого нет. Я не говорю, что это плохо, я говорю, я ищу специфики. Значит, это все эти специфики нужны для того, не то, что хорошие или плохие, это просто для того, что примеры других стран здесь не применяются. Здесь нельзя пройти по украинскому пути, по польскому варианту, по чашскому варианту, по российскому и так далее, где говорят Божий воин, по сербскому и так далее. Они просто здесь непригодны. Здесь качественно другое общество, другая ситуация. И вот я заключал это самое. Да, значит, у вас, слава Богу, есть семидиаспора, новая страта, новая среда образованщина, людей, которые сидят в Польше или в Германии и ждут, чтобы им предложили бы здесь какую-то хорошую работу. И они готовы вернуться и быть начальниками, быть маленькими людьми, они собираются. но я не знаю, что надо, что не надо. Пусть есть такая очень важная, что здесь не зачахла традиционная советская индустрия, как, например, на Украине или в России. В странах пищеградских начинается реиндустриализация. Вы знаете, что убили индустрию, сейчас придется, не знаю, в Венгрии убили автобусный завод, сейчас придется строить новый. каким-то образом вот эти объекты каким-то образом у вас существуют. Неэффективные, старые, 20 лет там ничего не строили, нет у них контактов с внешним миром, но все равно они есть. У вас, я называю, все-таки есть чего нету многих постсоветских культурных миллионов, послезванных, Все-таки есть какая-то идеализация голливудского капитализма, что это здорово, будет капитализм, вот у нас проблемы будут решены. И не такой местный капитализм, а такой настоящий. Вот приезжает Кока-Кола, будет завод Кока-Коли, и мы будем современными. Здорово. Это, вы потом объясняйте, пожалуйста, это левому студенту Франции, и будут на вас подрекать. У них есть за. Ну, они говорят о том, что это плохо или хорошо. Я просто говорю о факторах, которые здесь есть. Довольно четко изолирована бедность от среднего класса. Может быть, это не так? Нет. с рассеянием бедности. И наконец, десятый пункт, это, я называю Russian shadow, значит, это, это, русская тень, российская тень. Вы там наводитесь. Можете это любить, можете это не навидеть. Я, извиняюсь, сравнение, значит, гриб может любить сосновый бор, может не любить, но гриба растет сосновым бором. У них пока грибов нету, можно думать о том, как здорово без сосны жить. Не знаю, может быть, есть такие грибы, но гриб, который растет сосновым бором, это не говоря, что хорошо, не говоря, что плохо, это определенная стратегия, это можно ненавидеть и думать о том, что было бы лучше быть соловеем, но если ты гриб со сосновым бором, это геополитический фактор. Это не просто Путин хороший человека, не знаю, Медведев логой, наоборот, Медведев хороший, а Путин логой, или кто, кто, Каспаров хороший, можно идти дальше, Проганов хороший, не знаю, кому что, но все равно, они в основном сосновый бор, я в сосновый бор. Хорошо, что из этого выходит? Ну, в основном, здесь огромное отличие всего основного других материалов, это все остается с коллегами, вы можете посмотреть, если что-то непонятное, мне очень нравится, пожалуйста, пишите. Да, значит, выводы. Мы вернемся к нашей тропинке, к нашему, к нашей коллеге. четыре незаконченных вопроса. Первый вопрос, четыре вопроса без ответа. У меня точно нет ответа, если у вас есть ответ, я буду очень рад, учиться у вас, если же. Первый. Что здесь происходит? Что здесь начинается? Просто так. Вообще, начинается какое-то второе действие в транзите. Первое действие это в 90-е годы, пропустили, не пропустили. И начинается второе действие, начинается все по оркестрации транзита в начале 90-х годов. Или все и сует от того, что здесь уже тоже посттранзит, и начинаются какие-то небольшие коррективы. Одним словом, снова хирургия или терапия. Восточные группы сейчас, в основном уже европейской и восточной группы, это я называю контрреволюцией масс. Массы, которых считали варварами, и там считали их варварами, и с ними не разговаривали, и элиты жили как жили и так далее, они наконец уже думают, что пришло их время, они уже более-менее спокойны, габа не европейская, и выгнали элит трансформационных, выгнали интеллигенции, выгнали либералов, выгнали всех тех, которые строили вот новые общества, которым для них места не было. Это я называю контрреволюцией элиты. Значит, что происходит в стране, где этого не было? Начинается ли контрреволюция элит вместо контрреволюции масс. И если да, то в какую сторону? Третий момент. Это вечный вопрос всех учебников по теории развития. Какое будет заключение? Кто будет зажигателем? Внешний фактор или внутренний? Значит, прыгать надо, безусловно, я сейчас повторю, не о политике, говорим об этом общем социологии. Будет ли фактор совместного принуждения, в смысле две геополитические партнеры Евросоюза, в русле и Москва договариваются, что отключаем чего-то и пусть насмотрим кто-то или наоборот здесь будут активные партнеры, которые ищут поддержку там или там для прыжка или для обещания прыжка. Вот это имеет значение. И наконец, что будет с якорем? С каким куда бросать якорь? И будет ли только один якорь или несколько якорь? Я это все не знаю, но социальной инженерии от того порядка, которым я пытался вам может быть очень плохо организованно докладе рассказывать, ищет ответы на такие вопросы. Спасибо большое, извините, что это было очень долго. Вопрос как вы можете показать примером решения? Чуть-чуть громче и громче на вашем примере как вы можете применить на себе что мы на вашем примере как смотреть в лице усилия? Я не понимаю, что вы представляете ну вы будете я так понимаю вам наплевать вы хотите слушать политику вам наплевать на все нерапы написания всякие балусские ворны теории всяких кортеров вы построили свои теории и хотят преподать я пытаюсь более академически это все делать нет этого с как вы хотите дать свою теорию в рамках восприятия что вы воспринимают это как мировые европейские вы готовы исправлять правила по которым нужно учить теория лорда ограниченного доступа эти пути использования в Довоском вводе 100 показателей вместо вашей действительности вы готовы подтвердиться как преподователь которые перестали верить после лета я понимаю что вы представляете сильную футболку это линьерский еврей то есть мощная работа ссорос исцелла то есть люди которые определяли банковое развитие охрана смейте можно вопрос конкретный да готовы отличиться проектом для борта в сибирном банке и соответственно трансформация вот этих обществ то есть мне свои рассказывать теории интересные моменты но у которых очень много у каждого выказать а поработать на плане просто сибири банки которые начнут с половиной журналом после экономики нужно только работать хорошо значит мой ответ конечно мы с вами не знаем друг друга и вы абсолютно меня не знаете дело в том что я никогда не работал ни с этими теориями я их не упрошаю не добавлял и так далее зато последние 20 лет каждый год по 7-8 месяцев я читаю постсоветских этих стран и так же это мои кейстеры это не выборка для завоза не знаю что упрощено не упрощено я просто говорю что это это размышления эмпирического социолога и не геополитика то что это систематизация эмпирической социологии может прийти к обобщейшую теорию да это моя амбиция но это не то что я начинаю как сорос из глобальных каких-то вещей от попкера кстати он начал и ищу что делают местные люди я ищу что делают местные люди скажем последние 3 месяца я читал в Казани в Москве в Питере в Астане и в Киев так что я эти места знаю не по-наслужке подмечает вас они не знают про то они знают Астану знают Астану МИС знает Минск Киев знает Киев а эти вообще не знают этих потому что там не бывают так сказать вот так сказать простая штука это просто биографически возможно маленькая живое наказательство того что мультикультурализма интолерант жизни о котором вы произносили так сказать на протяжении 20 лет в Беларуси нет причем тут фенгерские не верят причем тут вообще не верят причем тут вообще этническая принадлежность лекторов причем тут 40 мне кажется это просто бесплатно как преподаватель не верить мест которые не принадлежат этим группам каким группам вы о чем у вас конспирология или что нет я имею ввиду пойти как преподаватель и научить учиться тому что дети хотят слышать за что не хватит давайте давайте другие вопросы вопросы есть так Алексей пожалуйста павел просто хотел бы вернуться к началу лекции и там был тезис о том что был раньше контенсус в идеальном обществе запад а сейчас такого контенсуса нету мы не представляем куда идти есть разобранные проекты идеологические то есть взять для социальных инженеров что можно предоставить в плане в социальных идеального общества которое можно реализовать и как до него можно доплигнуть уже конкретно там на сторонах ум есть лучшие условия да я ответил бы так в этом понимании для меня это накормлено идеологии нету ты можешь накормить накормить не только физически но и физически поездками модными юбками для девушек если ты можешь это предложить учая жаджку общество общество будет довольна общество прагматическое в всякий случай те общества которые кроме которые участвуют в этом процессе прошли через вот этот период разочаровывания они не ищут другую идеологию они ищут они боятся идеологии как чумы старые идеологии новые идеологии они хотели бы такую спокойную европейскую жизнь в политическом союзе вот вы же помните мы с вами последний раз так продолжительно были прекрасные мероприятия которые вы организовали в Каумусе и один наш общий знакомый известный московский профессор говорил о чем говорил я сейчас не буду все рассказывать миллер миллер да и и истар как вот там уважаемые коллеги из белоруссии говорят что вы здесь дайте нам вы просто хотели бы жить как в Литве все равно как как в Литве смотрите как они хорошо живут о чем вы еще говорите империи миссии история и так далее я сейчас не говорю о том что поня не поня не разуме и так далее ну вот вам идеология хотели бы жить как в Литве в Ленгру хотели бы жить как в Вене вот и все да извиняюсь в тех обществах в которых 90-е годы или даже нулевые общество было задергано государством идеологически не идеологически по-разному они хотели бы этого государства не видеть вот жить спокойно и не видеть государство все равно какое левое правое национальное антинациональное чтобы их не было я не говорю что это легко это тоже идеология вот просто мой короткий это антиидеологическая идеология да да пожалуйста вы проводили такое сравнение когда говорили о вышке и о вышке с азиатскими тиграми да Тайвань и так далее вы не видите принципиальные разницы в социальной психологии и в сентуальной психологии конечно вот так сказать вот это азиатские население азиатских тигров Сингапура если брать нет конечно конечно и поэтому мы провалились по двум причинам во первых потому что эти тигры они имели перед прыжком или эти лягушек все равно перед прыжком имели 15-летний период очень густого густой американской тени и на Тайване и в Корее было построено потому что это же была конфронтация с Китаем война и так далее молодая война есть об этом известные данные все это понятно шли огромные инвестиции в инфраструктуру значит американцы построили им инфраструктуру порты аэропорты дороги железные дороги в качестве военной инвестиции значит этого этой тени нету правда до полюсипения конечно в этих странах Советский Союз это не Россия а все они вместе они строили такую же инфраструктуру но не такую эффективную и так далее второе что значит все страны которые делали этот прыжок все-таки пытались сделать прыжок в центре Европы в восточном рядом с вами поляки и так далее они хотели лучше жить и все эти эксперименты вот такие например лекушечные они были связаны с экономией накопления конкретный пример в 93-м четвертом году приезжает какой-то там новый знакомый коллега из Кореи и говорит ну вот у вас тоже началось как это здорово как это интересно он говорит а как у вас сокращение квадратных метров квартир было или нет язма на него как на дурака причем квадратный метр он говорит потому что у нас было мы начали прыжок и сказали что все ребята забудьте вы будете жить в тех старых хибарах лет 20 в которых вы живете мы делим прыжок и потом вы получите вознаграждение новые квартиры дома и так далее и что мы делаем и говорят где ваш прыжок где 20 лет я говорю здесь этого не нельзя сделать потому что тебе могут может народ растоптать потому что им же им же нужно потребление сейчас они терпили тебе как либерала то что ты им обещал потребление свобода их не интересовала их интересует потребление сейчас кризис экономическом Евросоюз проводит всевозможные большие опросы и в странах трансформации и в старых странах и так далее о том что важнее на уровне примитивного опроса населения свобода или же люди и значит стабильный вот этих странах Вещеградской четверки 15% думают что свобода а 85% или 75% если не знают 75% думают что люди и таким образом я просто думаю что это некачественно другое это такое же общество я на нем немножко о другом говорил в своем примере ватюю писал что у нас были преимущества люди готовы сберегать и учиться люди здесь готовы учиться но не готовы сбережать это я говорю это что этого накопления нет так пожалуйста вопрос да папа извините что папа вы уже это говорили я быстро хочу вот из всего этого что вы нам представили это очень гармоничный миллион скажите вы сказали у нас свой путь для нас для белорусов примера нет вот я хочу подтверждение этих слов в смысле это вопрос или подтверждение я прошу вы подтверждаете ваш мывод такой что у нас свой путь да потому что я перечислили какие-то факторы может быть они ошибочные это самые которые показывают что из-за этой 20-летней спячки все идет по-другому значит одно дело что ты проходишь не знаешь такой органический путь нет с комой или без комы я просто говорю о том что если лечишь я элементарно если лечишь больного после комы требуются другие методы если он не был в коме западный восточный японец или евреи по-вашему все равно этого нет вопросы пожалуйста еще Ольга пожалуйста знаете я не хотела уточнить где ваши метаммы вы говорили о я здесь подойду поближе чуть-чуть говори пожалуйста я думаю я думаю это то что я называю экономической социологии Прежде всего, другой тип отношений предпринимательской деятельности, к инновации, межлюдским отношениям, к интеллигенции, смотреть на гуманитарные вещи, как на ресурс для экономики. И это есть пробка? Я думаю, что это пробка. Если это изменится, то то, что считается политической пробкой, исчезает. Я так думаю. Секунду, тут вопрос просто был еще. Я мечтаю, можно с продолжения уже сказать, но я хотела бы даже на своем вопросе спросить. Я бы сказала, что у вас, ваш нормативный горизонт в нормальный вопрос. Прежде всего, вы говорите о том, что меняются отношения между людьми, социальная инфраструктура. А не кажется ли вам, что мы, таким образом говоря, затеняем оборотную сторону этого самого либерального капиталиста? То есть неправильнее ли говорить изначально о смене одного плохого общества на другое плохое общество? То есть, как бы, не подмена ли это утопическое? Я не говорил о том, что это плохое или это хорошее. Они говорят, что это хорошее, это плохое. У меня в этом данный момент многие узнают, какие-то нет. Я просто знаю, вижу, ощущаю каждый день, что без потребления Восточная Европа не успокаивается. Значит, не, вообще не, значит, значит, любое человеческое общество нуждается, и любой человек нуждается в индивидуальной безопасности. Об этом много говорят, пишут и так далее. И ты не чувствуешь себя в безопасности, если ты не можешь, вот в этих странах, не можешь потреблять. Значит, ты можешь говорить, например, в городе Игена, это высшая ГДР, но все равно Германия. Есть там большой центр, очень интересный клейбок теории, моих друзьям и прекрасных отношений, которые создали сейчас большой проект, ну, я бы сказал, как это, счастье без роста, без роста, без экономического роста создается, но без потребления, вот в этом плане. Ну, я не знаю, на это и мои другие немецкие друзья смотрят скептически, но в этих странах, в которых мы сейчас говорим с вами, я не могу представить стабильный политический режим, который не предлагает потребление населению. А без стабильного политического режима нет никакого долгосрочного варианта развития. Значит, я понимаю, что это будет потребительское общество, я все это понимаю, но есть разные типы потребления. Я, значит, люди не будут ни одну, не знаю, дюму, ни один цент, ни одну евро отложить до накопления, а без накопления не будет экономического роста, пока не успокаивается потребление, на каком-то уровне. Я просто это, я вижу, что если режим не может, не может обеспечить потребление, то превращается в полицейский режим. Если он может обеспечить потребление, он может себе позволить ту роскошь, что не будет полицейским режимом. Если он не может этого предложить, другого варианта нет, то только превращение в полицейский режим, и начинаются, возможно, очень неприятные вещи, которые... Так, вопрос я вот еще получил. Да, да, да. Вот, вот, полу. Поднимите, пожалуйста. Может, только чуть громче, хорошо. Пожалуйста, а мне кажется, что используя, используя вашу шапку с пробкой, что постсоветские первоочные страны, она... Чуть-чуть громче, это, пожалуйста. Мне кажется ли вам, что пробка, о которой вы говорили, это, то есть, вылетает пробка из шампанского, газы и вот эта неопределенность. Не кажется ли вам, что о постсоветских странах, например, сейчас в России, до этого, может, в какой-то степени в Белоруссии, ее пытались искусственно закрыть? Я проиллюстрирую пример, наверняка вы знаете Леваду, российского социолога в Калангуши. Он проводил каждые пять лет исследование, называл, «комосоветикус», скажем так, в 89-м году, в 94-м, в 99-м. Да, да, и в 2006-м, по-моему, какой-то, в 2006-м год, в 2005-м. И дело в том, что в начале 90-х годов, в конце 80-х, как вы говорили, было какое-то идеалистическое отношение, потому что, соиллюстрируя коммунистическим девизом, мы наш новый мир построим, и получается новый капиталистический рай, как на Западе. Но в итоге, уже в 99-м году началось это усиление, ну, это травматическое после 90-х годов, усиление вот таких патернаистских тенденций, что нет, вот это лучше было, как тогда. И, ведь, по сути, осталась советская школа, как вы сказали. Ведь какой-то школа, университеты, они сами конструируют человека. И человек потом будет влиять на них. Не кажется ли вам, что старые институты, они просто форексируют старые модели поведения? Хорошо, значит, я даю два ответа, два коротких ответа. Примерно за последние два-три года пять раз встречал больших китайских делегаций, которые объезжали в Восточную Европу. Сначала их, их обычно интересует только один вопрос, очень грамотно, очень подготовленные люди приезжают, никогда не приезжают одни, приезжает всегда группа небольшая. Значит, их вообще, значит, интересовало, интересовало один вопрос, но когда-то интересовало, как вы сделали реформу. Это быстро прошло, они реформу стали делать лучше, чем мы. Потом появился второй вопрос, он остается до последнего времени. Они, куда делись ваши коммунистические вожди? Счастливы они или нет? Не то, что куда вы, чтобы вы расстреляли, или что-то, понятно, что они счастливы или нет? Нашли они свое счастье в новом обществе или нет? Мы им объясняли, что они нашли свое счастье. Они успокоились. Это очень важно для них, они собирают данные, они абсолютно... Они пытаются ввести капитализм с коммунистической элитой. Хорошо, чтобы это нашли элиты? Если их надо успокаивать, что с ними все будет нормально. Если они думают, что вот их... Вот публичный расстрел на дворцовой площади, конечно, они сопровождаются до последней пули. Этого не будет. Но если они могут убрать, что все в порядке, у нас будут прекрасные особняки, частные самолеты, наши дети будут учиться в лучших голландских, английских, американских университетах, то они успокаиваются. И в этом плане, значит, я думаю, что вот... То, что вы описываете, я сейчас говорю о России, значит, в Беларуси и этого процесса, насколько я понимаю, еще нет. Но в России, значит, вот новые силовики, они не хотят обратно, они не хотят закрутить бутылку. Они очень хорошо понимают, что деньги это богатство, деньги это счастье. Они создают свои миллиарды, создают свои сети. И они более... Это Рокефеллер, когда он строил железные дороги, значит, до Сан-Франциско в 19 веке. Он тоже не был Лаврацовым, каким-то... Он был последним годом, и не знаю там, я не хочу его обидеть. Но не думал, что он закончил лучшие университеты, и вообще, что по морали у него были там лучшие отметки. Но он построил свое богатство, вместе с своим богатством он построил американский капитализм. Я думаю, что питерские гибисты делают то же самое. Я могу это люто не любить, но логика их это... Это Рокефеллера. Это не капитализм 20 века, а 19-го. Это ничего плохого нет. В смысле, можно сказать, что плохо, можно сказать, что нет, но никакой оценки нет. Хорошо, еще вопрос. У меня короткий вопрос. Я могу говорить по-трограмму. Нет, нет, нет. Скажите, пожалуйста, вы говорили интересно про контрреволюцию и лиц. Есть ли какие-то у вас примеры? Простойно контрреволюция и лиц состоится в России. Дорога. Когда уже дело двинулось в сторону капитативного попытая дина, то, когда дети дядям сегодня как-то сильно не понравились, если снялась контрреволюция. На Западе. На Западе. Еще вот здесь вопрос. Простойно. 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 На поляру. Еще вот здесь вопрос. Вот еще вопрос. Пожалуйста. Я хотела бы дать более предметов вашего вопроса, но за то, что Белоруссия не строит резервы, что их возьмут в Евросоюз. Все-таки нам интересно, как вы занимаетесь нашим большинством Евросоюза. Может быть, вы как-то это видите, ваше мнение, что будет дальше? В условиях Восточного партнерства, Европейская диалога в Андреснации, или по другим, какие-то проекты? Ну, я думаю, что Восточное партнерство – это жемчуг, который бросают и изменяют вкусы. Это несерьезно. Это несерьезно. Главное, Восточное партнерство, в другом причине. Во-первых, поляки хотели бы стать лидерами Восточной политики Евросоюза. И во-вторых, они хотели как-то успокоить украинцев, что их не берут в Евросоюз. И до этого я придумала эта штука, и пока эти вопросы не решены, все остальное решается между прочим. Да, я отвечу более практически так. Геопрактически, если мне понравится. Когда началось расширение на восток Евросоюза, была огромная дискуссия между двумя лагерями. И странами, и экспертами, и так далее. Одни считали, что Евросоюз не надо расширить, а надо углубить. Создавать единую государству и последовательных штатов. Другие боялись этого союза. И они считали, что давайте пойдем на расширение. Потому что когда мы включаем туда всяких стран, которых реальный союз взять все равно нельзя. И так же им остается такая слабая, расшатывающаяся, никому не нужная стука. Главное, значит, если французы мечтали о том, чтобы делать единую государство, англичане ненавидели. Это, например, Вещеградскую четверку взяли, потому что англичанам это очень понравилось. И англичане и так, и морду тебе говорили, что это очень хорошо, делать что угодно, ты недоразвит, и мы с тобой объединиться в одну страну не будем, а так, пожалуйста. Вот, фактически, таким же образом, большая дискуссия сейчас не о Восточной Европе ведут на нее, а главная нерешенная проблема Турции. Во-первых, через 20 лет, 15 лет, когда уже, может быть, станет реальностью, Турция будет 100 миллионовой страной, это будет самой крупной страной Евросоюза, крупнее Германии. Вы сами понимаете, что это нелегко. Во-вторых, возникает тогда множество вопросов перераспределения, и начинается какая-то дискуссия, о которой вообще европейцы не хотели бы, чтобы началась бы дискуссия о том, что такая европейская идентичность. В случае это не то. А если начинается в Турции, то придется это самое. Можно взять Турку из Германии, можно взять Боснию, РЦГУ, где 3 миллиона и 2 миллиона мусульмов, но 100 это сложно. Так что я не говорю, что это хорошо, я не говорю, что это плохо, я просто говорю о том, что нерешенные вопросы... Да, и в результате этого все стали заговорить о том, что хватит расширения, давайте углубление. Значит, не вайдали, годы пыли. И тогда, значит, если не все будут, даже эти 27 или 28, которые сейчас уже есть, участвуют в этом деле, будет Европа разных скоростей, будет европейский, значит, хардкор, это будет более-менее, вот, западная Европа, а будут все остальные, то, что это в другом докладе называют внутреннюю периферию, которая, главным образом, значит, в смысле Польша будет стыковкой на восток, внутренняя периферия, которая связывает хардкор Европы с внешней периферией, но в этом плане есть и внешний, и внутренний, и хардкор, так вот, что восстанавливаются старые европейские образцы, может быть, я консерватор, я это не люблю, но в ближайшие 10-15 лет я вижу, что все поезда идут в эту сторону, то, может быть, будет другая эпоха, другое покорение политики, то, что начинает снова гореть расширение. Осталось два вопроса еще, да, последний, скажем, пожалуйста, первый вопрос, и Евгений, второй вопрос. Короткий вопрос, я возвращаюсь к тому, о чем говорил Марк вначале. Вот когда мы пропустили, какие мы пропустили развилки, и какой прогноз развилок в Белоруссии вы видите на данный момент, возможно, появление развилок? Во-первых, о будущих развилках ничего не знаю, потому что я не общежитий. То есть, он играет в «Тигр», там, в «Геополитический», «Кассандр» и так далее. Я в такой же время думаю. Безусловно, развилка первая, когда остановилась национальная инфрациональная строительство. Это было сложно. Когда фактически... Безусловно, значит... Второе, когда советская номенклатура после короткого периода относительно такой постперестроечной лидеральной игры взяла реванш. И мы еще не вышли из этого реванша. Третий реванш, что я думал... Я писал об этом, кстати, и Белоруссии, и сейчас я о том и так не думаю. Что думаю, что... Что можно представить себе ситуацию, в которой... В которой Россия, в какой-то игре, готова или отдать Белоруссию, или не отдать, но быть сам промоутером модернизации. В смысле... Если ты хочешь современную Россию, и там есть Европа как источник модернизации, тебе нужен коридор. И так же, что ты модернизируешь коридор. Построишь нормальную железную дорогу, но в широком смысле это не случилось. Но так как Европа не является главным источником модернизации для России, более... очень интересует Дальний Восток, Америка и так далее, то... Одинством железная дорога Берлина-Москва никого не интересует. А если это... Соответственно, вот это видение, что вот будет... Или было бы года два тому назад когда это развивка... А вообще, Саши, я не знаю. А некие... Меня более интересовали некие развилки не политических элит, а развилки мышления. Вот поговорили очень интересную вещь. А в организации деревни... Вот меня интересует мышление. Так сказать, как... С какой точки вы видите наши возможности, наших интеллектуальных усилий? Что-то сделать? Ну, во-первых, я думаю, что процессы, которые 90-е годы, и в новой годы произошли... Вот на этом я еще... Не говорим о политике. Произошли на Украине и в России, в смысле ускоренный распад деревни, уничтожение традиционной индустрии и так далее. Они очень стабилизировали статус по Беларуси. Что беларусский режим... Все равно политический режим. Это экономический режим. Всякий режим, в этом, на котором я уже говорил. Он стабилен не потому, что... Политический режим стабилен, а потому, что внутренних постсоветских альтернатив этой стабильности нет. Нету альтернатив дешевой докторской колбасы, не очень модной, но существующей беларуской области, которую продают и на Украине, и в Казахстане, а там есть отдельные магазины, беларуской области. Значит, пока это есть новая альтернатива здесь. Спасибо. И последний вопрос. Думаю я, но я не... Спасибо вам. Нет, мне интересны ваши вопросы. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Одним из сюжетов, которые постоянно, как правило, постоянно затрагиваются в эту рамку трансформационной, модернизационной темы, это сюжет соотношения, грубо говоря, экономики и политики. В частности, вот этот вот сюжет, который пришел позже, после школы модернизации, транситологии, вот то, что можно назвать winner's take it all. То есть, скажем, Джоэль Хельман, проблема заморозки реформ со стороны победителей. У вас это никак не звучало. Я просто хотел уточнить, это потому, что, как вы вначале сказали, политические вещи, они скучные? Или потому, что это, ну, что ли, теория или школа, она вас ни в чем не убедила? Значит, во-первых, я завернул каким-то образом на марксист. И считаю, что экономика первичная каким-то образом. И больше нет, но вот это самое. И экономика не в смысле, там, капитал, там, проториат и так далее. Экономика, в том, по которому я пытался об этом говорить, как социальные отношения, как мечты в экономике, как площадка для самореализации. Значит, общество кипит в экономике. И так, как я из того, не живу здесь и смотрю на вещи по-другому, я думаю, что о политике здесь говорить без смысла. Не потому, что это публичное пространство, и гость страны и так далее. Они не только в этом плане. Но это неинтересно. Это, я думаю, это решается без вас и без меня. Или договариваются геопоэтистские игроки, или договариваются близкие друзья, или договариваются близкие друзья геопоэтистские игроки. Это, так сказать, нет, социальных теорий нет. Это не наша задача, ни терапевтистские, ни практические, ни как. Уважаемые собравшицы, к сожалению, действительно время исчерпалось. Огромное спасибо еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok